В этом видео работает практикант. Он учится и делает ошибки. Учитесь с нами, делайте сами, делайте лучше нас. Кровельный инструмент покупайте на сайте altesdefis.td.ru Для того, чтобы нам не ошибиться в наших отгибках, мы подготовили уже нашу выкройку. Не страшно, что она у нас перевернута. У нас справа 45, слева 35 отгибка. И мы сначала потренируемся на бумаге. Лучше резать не пеликанами, а подрезанными норницами. Потому что они имеют специальную такую насечку на лезвии. Ну и заодно проверим наш инструмент. Если он режет бумагу хорошо, то он хорошо режет и металл. Вот мы сделали ослабление. Кстати, Отрезать, отмерять. Все. Можно сделать из этой выкройки, так как она у нас специально соединена посередине, можно сделать шаблон. Так, у нас получается, с правой стороны мы сейчас режем лишнее. Таким образом. Таким образом. Так, по-моему здесь у нас еще одна линия есть. Я просто не пропечатывал. Здесь она, по-моему. Да, вот она. Так вот. Срежем. Бимажные обрезки. И с левой стороны. На будущее, если, например, необходимо будет на каком-то уже тонком листовом металле, например, нам нужно... Просто прикладываем наш шаблон. Естественно, мы его делаем на картоне. И можем сразу откладывать переперные точки. В правой стороны и с левой. Прямо по бумаге. Вот. Для того, чтобы рычкам не путаться, мы сейчас отогнем все наши кромки в нужном направлении. Потому что поначалу очень трудно сообразить, куда, в какую сторону гнуть какую кромку. Сейчас мы это сделаем. Возьмем маленькую линейку, чтобы нам отогнуть кромки. И сейчас будем смотреть, в какую сторону у нас, куда, что будет отгибаться. Так. Кромки у нас все перевернуты. Поэтому сейчас перевернем. Вот таким образом. И заодно проверим. Прикладываем наш шаблон. Проверяем. Все правильно. С правой стороны. И проверяем левую сторону. Все ли мы правильно отрезали. Все правильно. Теперь. Далее. Надгибаем наши кромки. 13 миллиметров. И 18 миллиметров. Вот так у нас будет выглядеть отгиб. На картине, которая у нас снизу. И, соответственно, сейчас мы подготовим отгиб, как у нас должен выглядеть сверху. То есть, соответственно, у нас будет отгибаться вот таким образом. Первый лип. И второй лип. Чуть-чуть вперед. Вперед напыление эгиба. Таким образом, нам будет выглядеть. Агиб на верхней картине. То есть, наша задача, после того, как мы отогнем все кромки и их сформируем, вот у нас готовые уже сумажные картины. И, соответственно, для того, чтобы нам соединить эти две картины, двойной лежачий фальст, нам нужно будет его вставить одну картину в другую. Естественно, здесь проверить, чтобы все было правильно. Вот таким образом выглядят наши картины. Соединяем все наши линии. Вот так проверяем, все ли у нас впадает. Все совпало. Все мы сделали правильно. Теперь ту же самую работу мы переносим на наши картины из металла. То есть, нижняя картина, верхняя картина. Если нет, мы не можем посмотреть, чтобы все это не просто. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Для того, чтобы нам сейчас подготовить наши картины, мы должны измерить угол под 90 градусов. По нижней картине, мы сейчас проверяем, у нас здесь нужно отступить 5 миллиметров и картину нашу подрезать сверху. Теперь мы слева прикладываем угольник, чтобы у нас кромка была четко под 90 градусов. И делаем разметку. Эту часть мы теперь должны подрезать. Так, с левой стороны у нас. Так, берем это все, подрезаем ножницами перекран, лужинкой. Так. Вот таким образом. Обрезки выбрасываем. Так, подготовили нижнюю картину. И теперь смотрим, что мы должны на ней, какие сделать ослабления. Ослабления мы будем делать в риперных точках. Если мы вот так приложим, чтобы нам понятна была вот эта линия и наша линия. Значит, вниз мы откладываем 41 миллиметр. Мы возьмем 40. 40 возьмем. Так, для этого мы возьмем нашу чертилку. Так, карандаш тоже. И чертилкой отложим 40 миллиметров. Так, если у нас 40 миллиметров, 45-35. Ага. 40 миллиметров у нас имеется. Так, вот наши 40 миллиметров. С правой стороны и 40 миллиметров. Вот мы отложили наши зерни в засечки. 40 миллиметров. Так, и теперь у нас риперная точка первая у нас, где у нас нагибается она здесь. И 41 прибавляем 1 миллиметр с этой стороны, с правой. И с левой стороны риперная точка у нас на линии. То есть, если у нас начали на выкройке, то вот здесь. И следующая точка риперная слева находится здесь. Теперь нам нужно отложить 13 миллиметров и 18. 13 миллиметров и 18. Так, лучше использовать маленькую линейку. Так, откладываем. Откладываем 13. Так, 10. и 3. И с этой стороны 10. И 3. Далее мы откладываем 18 миллиметров. 18 миллиметров. помещаем эту точку. Так, 18 миллиметров. И с этой стороны складываем 18 миллиметров. Так, и того у нас получается. если мы возьмем выкройку 13, 13, и 18 миллиметров. 20. 12. А теперь 20 миллиметров. 22. 28. 28. 28. 28. 32. 32. 30. 32. Субтитры сделал DimaTorzok